Друзья, всем доброе утро! Начинается новый день, и наша задача перед Богом прожить этот день достойно, по-христиански. Чтобы Христос проявлялся в нас и через нас. Я думаю, что каждый из нас будет сталкиваться с разными ситуациями, с разными переживаниями, вопросами. И наша задача максимум – проявить Христа в отношениях с людьми, в отношениях к себе, в отношениях в каких-то ситуациях проявить Христа. Быть представителями Божьего Царства, быть представителями Иисуса Христа на всяком месте, во всякой ситуации, где бы мы ни оказались. Одна из граней христианского характера описывается в послании Римлянам, 2 глава. Первый стих я хочу прочитать и поделиться с вами. Римлянам 21. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же». Апостол Павел здесь делает интересный вывод, что каждый человек склонен к суду. «Мы склонны видеть в других людях какие-то вещи неправильные и осуждать их. Но он говорит, ты не извинителен, если осуждаешь в другом то, что делаешь сам». Интересно, что какие-то психологи, где-то, я не знаю, где я это читал, сделали такой вывод, что в других людях часто мы осуждаем именно то, что есть в нас самих. Поэтому нас так огорчает это. Поэтому мы настолько ясно видим это, потому что обладаем этим сами. Итак, здесь мы можем сделать очень простой вывод. Не спешите осуждать других людей. Постарайтесь оправдать другого человека. «Окажите милость тому, кто поступил как-то неправильно». Потому что не оказывая милость другому человеку, мы можем попасть в западню. Мы можем поступить когда-нибудь точно так же. И если мы поступаем точно так же, мы становимся неизвинительны перед Богом. «Давайте будем адвокатами друг друга. Давайте будем милостивыми друг к другу. Давайте будем искать прощения друг к другу. Таким образом, что-то поменяется и внутри нас. Если мы будем более милостивыми другими людям, мы будем сами обходить те вещи, которые достойны осуждения в своей собственной жизни». Итак, суд без милости, не оказавшему милости. Сегодня, проявляя христианский характер, давайте будем миловать тех, кто рядом с нами. Все. Божьих вам благословений. Хорошего дня, наполненного Божьей милостью к другим людям. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.